МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Облачное покрывало из дыма и сажи накрыло столицу. Крупный пожар раздувает сильный ветер. Больше сотен огнеборцев пытаются взять его под контроль. В режиме боевой готовности весь гарнизон. В студии главных новостей Алибек Рзабаев. Здравствуйте. Новые подробности жизни мужчины, захватившего отделение банка, выяснили наши журналисты. Они отправились в родное село и поговорили с его близкими и знакомыми. Пустые клятвы министра, частые изменения правил получения субсидий, как итог дорогие продукты на прилавках рынков и магазинов. Если способ изменить годами сложившуюся систему. Детскую площадку вместе со школьниками снес ураган. Один из пострадавших в реанимации. Подробности в обзоре тревожных новостей. Астану сегодня накрыл густой смог. Местным жителям даже посоветовали без надобности не выходить на улицу и носить маски. Причиной стал крупный пожар. Горит камыш и сухостое, осложняя ситуацию сильный ветер. В столичном департаменте ПЧС установили, что пламя разбушевалось между шоссе Кургалжин и объездной дорогой в сторону города Коше. Пожар начался еще в 9 утра. И ближе к обеду его последствия были заметны уже по всему городу. На место выезжал министр Пачесарем Шарипханов. Тушили огонь из земли, из воздуха. Сбрасывали воду с вертолетов. В соцсетях появились многочисленные видео испуганных жителей. Если бы у меня была маска, то одел бы в такой ситуации. Потому что вот я иду, вот где-то от Байтирека и сложно становится дышать. Вот со временем. А вы просто гуляете? Да, вот просто приехали здесь прогуляться. Если вы читали новости, попросили жителей столицы не выходить из дома, вы куда идете? Я не видел эту новость. Поэтому я жду друзей своих. Просто гулять? Нет, мы кое-что должны были сделать на самом деле. Действительно дышать тяжело. Ну мы вообще с правого берега приехали. Там сейчас вот не такая ситуация. Там вроде бы спокойно. Все будет хорошо, конечно. Как думаете, через сколько потушат? Ну не знаю. Ну к вечеру, наверное. Сильный ветер, наверное. Погодные условия. Удалось ли потушить пожар к вечеру и какая сейчас обстановка, расскажет моя коллега Агирим Муздебаева. Она сейчас на прямой связи со студией. Агирим, скажи, какая ситуация с пожаром на данный момент? Добрый вечер. Пока по последней информации МЧС, пожарные подразделения Астаны продолжают тушить загоревшийся сухостой на площади в 15 гектаров. Задействованы 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС, Акимата города и Астана Ормана. Для тушения пожара привлечены два вертолета Минобороны. Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву, к счастью, нет. В городе ситуация немного наладилась. Видимость улучшилась. Воздух тоже стал чище, чем был днем. Но все-таки запах гари еще присутствует. Хотя еще несколько часов назад синоптики сообщали, что из-за густого дыма зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по оксиду и диоксиду азота, озону и сероводороду. Врачи же и спасатели просят по возможности оставаться дома и не открывать окна. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания легких, бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, чтобы не спровоцировать обострение заболевания. Ну и у кого маленькие дети, особенно новорожденные. В воздухе действительно запах гари. Клубы дыма уже особо не видно. Они идут в сторону правого берега. По некоторым данным, там сейчас идет сильный ливень. Мы ждем и на левом берегу. Также дождь. Надеемся, он скоро начнется. Врачи, в свою очередь, также просят надевать маски. Но рекомендации соблюдают далеко не все жители столицы. Итак, это последние данные по пожару в столице от пресс-службы МЧС. Алибек. Спасибо, Айгерим. Будем ожидать хороших новостей в ближайшее время. Я же продолжу выпуск. Тем временем министр экологии и природных ресурсов Сурсов Зурфия Сулейменова заявила, что не собирается избегать ответственности в деле о масштабном пожаре в области Абай, а также будет сотрудничать со следствием. Также глава ведомства признала, что изначально масштаб пожара был недооценен. Впрочем, она была не первой. До нее это заявлял отправленный в отставку с поста главы МЧС Юрий Ильин. Я считаю, что я ответственна в той части, что это мой курируемый блок и мое курируемое министерство. За любой блок, который входит в состав моего ведомства, я так или иначе, как руководитель ведомства, безусловно, несу ответственность. От своей ответственности я не избегаю. По мнению Сулейменовой, бороться с огнем в Абай предстоит еще как минимум две недели. Сейчас уже сгорело ориентировочно 60 тысяч гектаров леса. Конечно, потребуется очень большое количество времени для того, чтобы его восстановить. То есть мы говорим не об одном или двух годах, мы говорим о десятилетиях. А в Алматы проходят усиленные противопожарные рейды. Специалисты там помогают дроны, которые снабжены тепловизорами и фиксируют нарушения на видео. Выходные количество отдыхающих, а следовательно, желающих полакомиться шашлыком и другой пищей, приготовленной на костре, резко возрастает. Только автомобили на территории зоны отдыха заезжают около 7 тысяч сотрудники трех ведомств. Департамента ЧС, Илья-Латаусского природного парка и полиции раздают отдыхающим листовки с напоминаниями о соблюдении противопожарной безопасности. Сейчас запрещено разводить огонь на всей территории Илья-Латаусского природного парка, но нарушителей хватает. В нашем парке с 20 марта объявлен самый высокий, четвертый класс пожарной опасности. Прозвиваем жителей Южной столицы не разводить костры, пользоваться горелками, открытым огнем пользоваться. А также не оставлять разбитые бутылки, стекла, которые могут привезти в пожароопасный период к пожару. За розжиг костров на особо охраняемых территориях предусмотрен штраф около 350 тысяч тенге для физических лиц. Для юридических эта сумма выше в 15 раз. Поэтому безо всяких разговоров, после разъяснения закона отдыхающие гасили разведенный огонь. Все мы понимаем, мы согласны, правильно вы делаете. Но мы, как граждане тоже, законопослушные граждане, мы оплачиваем эти услуги. 30 тысяч стоит тенге, я платила сейчас за аренду вот этой вот маленькой палатки. Соответственно, значит, у них должно быть какое-то тоже оправдание для этого. Однако никаких оправданий нарушению запретов нет. Разводить огонь на природе очень опасно. К другим темам. Окончил 11 классов, не женат, доброжелательный и спокойный. Так описали соседи 30-летнего уроженца Жамблск области, который захватил семерых заложников банки столицы. Напомню, накануне мужчина оборвался в отделение банка с предметом, похожим на пистолет, и удерживал сотрудников организации, требуя, чтобы деньги перевели на счет детям-инвалидам и малоимущим гражданам. Наши корреспонденты отправились на родину преступника в село Градеково Жамблской области. Соседи молодого человека утверждают, что ничего подозрительного за парнем не замечали, но и особой общительностью он не отличался. Был он так спокойный, можно сказать, тихий. А в тихом не знаю, что там творится. Не скажу, чтобы он так по соседям, что-то такого не было, чтобы он кого-то беспокоил, не было такого. Сам по себе жил. Нашей съемочной группе удалось поговорить с родным, старшим братом Алихана Мурадова, который заявил, что шокирован поступком родного человека. От съемок мужчина по имени Алимжан отказался, объяснив, что даст интервью только после того, как съездит в столицу и узнает все детали сам. Правда, без камер ответил на вопросы о личном. Как оказалось, задержанный Алихан из многодетной семьи, у него есть две сестры и брат. Родителей нет в живых. Мать умерла пять лет назад, отец, когда Мурадов был ребенком. Официально мужчина нигде не работал, окончил только школу. В Астану отправился на заработки 25 мая, работал, по словам родного брата, на стройке. Людей с инвалидностью в семье нет, как и малоимущих. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Напомню, семерых заложников Алихан Мурадов удерживал около двух часов. Силовикам пришлось перекрыть улицу и оцепить периметр дома, в котором находится филиал банка. Переговоры с преступником вел глава МВД Марат Ахмеджанов. Идет расследование. Я тоже там являюсь свидетелем. Поэтому сегодня никаких комментариев по этому уголовному делу я не буду давать. При штурме отделения, к счастью, ни заложники, ни бойцы спецназа не пострадали. Банки заявили, что сотрудников проконсультируют профессиональные психологи. Также им окажут финансовую помощь. Отделение планируют открыть в ближайшее время, как только правоохранители завершат следственные мероприятия. Мажорисмены подсчитали, что с момента назначения на должность министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева правила субсидирования сельхозтоваропроизводителей меняли более 20 раз. Говорят, что фермеры не успевают следить за новшествами и из-за этого иногда остаются без государственной помощи. Что еще обсудили на правительственном часе, знает Алиал Мхамбетова. Эту встречу с министром сельского хозяйства депутаты посвятили конкретной теме – плода овощной продукции. От умелых действий чиновников на местах зависит конечная цена в магазинах. Хранилищ не хватает. В итоге пропадает около 5% продукции. А сами депутаты считают, что фермеры теряют до 40% урожая. Все из-за отсутствия условий на складах, нет и предприятий по глубокой переработке. На уровне 10 лет у нас создавались эти проблемы. И по ним нам комплексно за день, за год, за два мы не сможем эти проблемы решить. Поэтому сегодня поднимался вопрос по поводу отсутствия переработки. Ербол Карашукеев отвечает за сельское хозяйство почти два года. Мажлисмены, которые постоянно встречаются с фермерами, заявили, что в ведомстве слишком часто меняют правила субсидирования. Как говорится, ноу-коммент. С момента назначения нынешнего министра приказы по вопросам субсидирования меняли более 20 раз. Каждые полгода что-то новое. Нам нужны понятные правила, которые не будут менять пять лет. Минсельхоз уже 11 раз давал клятвенное обещание, что единая информсистема субсидирования будет готова. Как видите, клятвы Минсельхоза не спасают его от критики. Например, ситуацию по сахару депутаты назвали критической. Казахстан обеспечивает себя только на 7%. Депутат Ербулат Саурыков говорит, что большинству из них доклад министра не понравился. В своем вопросе он говорил конкретно о луке. На родине депутатов Жамбулской области производят 90% этого овоща. В этом году площади под лук из-за дефицита воды сократили на 30%. Если меньше вырастим, как мы удержим цену на внутреннем рынке? В прошлом году осенью с поля продавали тонну за 35 тысяч, зимой уже по 140 тысяч тенге, а сейчас 230 тысяч. Министр говорит, что они удержат цену, и один килограмм лука будет стоить 190 тенге. Я считаю, что это неправда. Цена в следующем году может подняться до 500 тенге. Среди обещаний, которые прозвучали сегодня, одно касалось яблок. Деревья подросли и уже в следующем году в садах ждут большой урожай. Он должен закрыть внутреннюю потребность на 100%. Но не все депутаты настроены так же оптимистично. В микрорайоне горный гигант Алматы сейчас вырубается 3 гектара яблоневых садов. К сожалению, из-за незаконных постановлений Акимов Алматы, Храпунова, Тасмагомбетова, Исимова, Байбека, Сагентаева, мы лишились 70% от площади садов. На инспекторов оказывали давление, поэтому мы сейчас не можем вернуть эти земли. На часть вопросов глава Минсельхоза пообещал дать письменные ответы. А председатель комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев сообщил, что они отправили письмо премьер-министру страны с требованием рассмотреть ответственность министра. Алиял Мухамбетов, Аталик Тес Умаров, Мирбек Абдрахман, Астана, Первый канал, Евразия. Тем временем в области ЖТСУ никак не могут вернуть земли, которые Акимат ранее передал бизнесменам. Двух руководителей отдела районных Акиматов, которые входят в земельную конкурсную комиссию, из-за этого пришлось уволить. Еще четырех чиновников привлекли за совершение проступка дискредитирующего государственную службу. Нужно сказать, что нарушений госслужащие допустили массу. В прошлом году они отчитались, что 30 гектаров неиспользуемых земель возвращены государству. А вот прокурорская проверка показала, что 60 из них до сих пор числятся за прежними владельцами. Кроме того, чиновники не вернули государству почти 8 тысяч гектаров земли, чьи владельцы скончались. Еще отдали более 2 тысяч гектаров в обход конкурсных процедур, а также допустили, что 90 гектаров пашин из государственного резерва длительное время незаконно осваивались фермерами. Финансовых нарушений прокуроры выявили в общей сложности на полтора миллиарда тенге. Субсидии также чиновники выдавали абы кому. Иногда тем, у кого вовсе нет сельхозживотных. Кроме того, госслужащие допустили, что крестьяне не исполняли условия договоров субсидирования. По разным причинам получатели не исполнили обязательства на сумму 300 миллионов тенге. Сейчас прокуроры пытаются вернуть государству эти деньги. Около 100 человек погибли в Индии из-за жары. На севере страны зафиксирована температура почти 45 градусов. По словам врачей, смерть наступала из-за сердечного приступа. Кроме того, почти 400 человек госпитализированы. Большинство пациентов старше 60 лет. Люди жалуются на отдышку и лихорадку. Властям пришлось открыть дополнительные больничные койки. О других событиях в мире в нашем традиционном международном обзоре. Более 200 беженцев береговая охрана Италии подобрала вблизи острова Лампедуза. На судне были мигранты из стран Африки, Египта, Сирии и Бангладеш. По данным властей, число прибывающих в Европу по Средиземному морю увеличилось вдвое в сравнении с прошлым годом. За последние 6 месяцев около 56 тысяч человек прибыли в страну незаконно. Всего несколько дней назад на берегах Греции перевернулось рыболовное судно с мигрантами. 79 человек погибли. Правительство объявило трехдневный траур. 13 человек погибли в результате циклона на юге Бразилии. Еще около 20 остаются пропавшими без вести. Разрушены более 40 населенных пунктов. Без крыши над головой остались около 3000 человек. Экстремальная погода привела к закрытию дорог, отмене рейсов и приостановке занятий в школах. Без электричества остались около 250 тысяч домохозяйств и предприятий. Власти предупредили о риске оползней в нескольких районах. В Уганде похоронили 37 жертв жестокого нападения. Боевики, вооруженные огнестрельным оружием и мачете, ворвались в школу. Они убили большинство детей, похитили шестерых и украли запасы продовольствия. Полиция считает, что их забрали в качестве носильщиков. Об их судьбе пока ничего не известно. По словам военных, нападение совершили во встанце из Альянса демократических сил. В Уганде его считают террористической организацией. Боевики уже пересекли границу. Армейские подразделения их преследуют. К событиям в нашей стране скандальная школа за 3 миллиарда тенге целый год работала без лицензии. За это время там сменились 5 директоров. По жалобам родителей в школу приехала комиссия. Что ее членам рассказали родители, знает Жанар Канафина. Эту школу родители называют призраком. Построенная год назад, она еще не получила лицензии на образовательную деятельность. Из-за чего сегодня выпускники 9-11 классов не могут получить аттестаты. Есть и другие проблемы. Набирать детей начали без полного пакета документов. Полгода школьники получали знания, а учителям платили зарплату. Но, как нам рассказали родители учеников, здесь все непросто. Само здание школы обошлось в 3 миллиарда тенге. В августе прошлого года объект уже был в центре скандала из-за строительных огрехов. Потом был другой из-за некачественных продуктов в буфете. Наши дети начали получать отравление. Мы начали вызывать каждый день в школу скорую. И мы просились пройти в этот буфет. Просились посмотреть, что ел сегодня мой ребенок, чтобы я поняла, от чего было отравление. Еще одним звоночком стала ситуация с поборами. По словам некоторых родителей, новый директор якобы собирала по 40 тысяч тенге на озеленение школьного двора. Мне нужно 40 тысяч на озеленение, сказала она моему мужу. То есть назвала фиксированную сумму. Муж отдал ей эти деньги, но мы так и не дождались ни от нее, ни от завхоза, какого-либо отчета по собранной с родителей суммы. Другие же родители говорят, что озеленение было душевным порывом самих родителей. И поборов не было. Каждый человек сам мог прийти. Вот, например, мне тоже ученицы говорят, маратара у нас этого нету. Говорят, как его? Для поставки сестру. Почему мне в школе не помочь, например? Я купил, пришел от своей души. Поговорить с директором школы, которая, как выяснилось, уволилась по собственному желанию, не удалось. Хотя машина ее была здесь. Откройте, пожалуйста. После жалобы родителей, дети, которых могут остаться без аттестата, в школу приехали сотрудники антикора, департамента контроля качества образования и управления образованием области. Последние объяснили, почему школа до сих пор работает без документов. Без технического паспорта мы не можем подать документы на получение лицензии для этой школы. Чтобы его получить, необходимо было передать землю под школой введения города и ввести ее в генплан. Прежде она относилась к Аллатовскому сельскому округу. Все это заняло много времени. За дня на день мы должны получить лицензию. На вопрос, а имело ли тогда учебное заведение право обучать детей, нам ответили, что имело. Хуже всего, что в результате действий чиновников выпускники 9-11 классов могут остаться без аттестатов. Сейчас детям и родителям пообещали, что документы об образовании им выдадут в школы, откуда они перевелись год назад. Жанар Канафина, Айден Калов, Алматинская область, Первый канал Евразия. Продолжим. 20 человек погибли в ДТП в Казахстане. Это только за последние дни. Шокирующие кадры покажет моя коллега, ведущая обзора тревожных новостей, Мария Парфенова. Здравствуйте. В Мангистаусской области лоб в лоб на бешеной скорости столкнулись два автомобиля на трассе Жанаузен-Кендерли. Жертвами стали сразу 10 человек. Прямо у дороги один лежит. Лоб в лоб врезались. В числе погибших пятеро детей. По некоторым данным, в машинах находились две семьи и пристегнуты были не все. А на трассе уже в Атырау в искореженную груду металла превратилась легковушка после столкновения с автобусом. В салоне ехали супруги и четверо их маленьких детей. Самому младшему из которых всего два года. Пятеро погибли, не приходя в сознание, а водителя не стало в больнице. Начато расследование. В этом же регионе уже другая автокатастрофа унесла жизни еще четверых человек и тоже лобовое столкновение. От удара одна из машин загорелась. Чудом выжить удалось двоим. С травмами люди находятся в Макатской районной больнице. Всего с начала года в ДТП по всей стране погибли 522 казахстанца. Появились новые подробности о жестоком убийстве казахстанской журналистки в Грузии. Жан-Батат Улиген находилась за границей и перестала выходить на связь с близкими в конце мая. Печальную новость наш консул получил от грузинских полицейских. Преступник, как сообщают в МВД Грузии, ударил женщину тупым предметом, а чтобы замести следы, сбросил тело в реку и скрылся. Его задержали. За решетку он может провести до 15 лет. По некоторым данным, они были знакомы с нашей соотечественницей. Дипломаты добавили, убийство Жан-Батат Улиген к ее профессиональной деятельности отношения не имеет. Поездка была частной. Тело женщины уже доставили на родину и проводили ее в последний путь. Наш консул в Грузии на связи с местными правоохранителями и держит вопрос на контроле. Близнецов продала мать в Казалардинской области. Малышей, которым всего несколько месяцев от роду, обнаружили в одной из квартир. Мальчик и девочка лежали на полу в полупустой комнате. На просьбу оперативника показать документы детей, люди, что были с ними, ничего вразумительного ответить не смогли. За торговлю людьми в Казахстане предусмотрено 9 лет тюрьмы. Ведется следствие. Всего за три дня полицейские выявили почти полсотни преступлений, связанных с торговлей людьми. Так, в Алматинской области мать продала новорожденного сына за полмиллиона тенге. Сделку она совершила с семейной парой. Покупатели собирались незаконно усыновить ребенка. Помимо этого, есть и случаи трудового рабства в Карагандинской области, где двоих жителей насилием и угрозами принуждали заниматься домашним хозяйством, уходом за скотом и ремонтом техники. По всем случаям возбуждены уголовные дела. ЧП в Караганде. Ветер сорвал детскую площадку. Момент попал на уличную камеру наблюдения. Посмотрите. Ураган, кажется, с легкостью поднял покрытие в воздух. Там в этот момент находились трое детей. На помощь к ним сразу же поспешили взрослые. Восьмилетнего мальчика отбросило в сторону. Он в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа. Девятилетний ребенок с сотрясением мозга и ушибами в отделении. В Акимате сообщили, об устройствах злополучного газона подрядная организация занимается с прошлой недели. Он якобы был закреплен по периметру, но не сдан в эксплуатацию, поскольку там еще не разместили качели и турники. После происшествия Акимам районов поручили проверить крепление всех газонов и детских площадок. В полиции завели уголовное дело. Из-за разгула непогоды, без части, кровли остался и учебный корпус Карагандинской академии МВД. Жертв пострадавших, к счастью, нет. Кадры, которые мы сейчас покажем, слабонервным телезрителям лучше не смотреть. Видео снято в шимкентском питомнике для кошек и собак. Повсюду множество бездыханных тушь четвероногих, некоторые из них разрублены на части. По словам волонтеров, питомцев здесь не кормят, а в мисках нет даже воды. Зоозащитники уверены, что виновны сотрудники отлова. На место прибыл главный ветеринар Шимкента, однако зайти и посмотреть на происходящее не решился. Тем не менее, создана специальная комиссия, которая уже подтвердила ряд нарушений. Как минимум, больные четвероногие контактировали со здоровыми, а биоматериалы животных вывозили не вовремя. После окончания сотрудники полиции, в том числе и комиссия, проводят проверки. По окончанию, наверное, примем меры. В том числе, по делу полиции. Абонасыр Джанбатыров также добавил, что единственный ветеринарный врач и трое сотрудников в питомнике уволены. В департаменте полиции начали досудебное расследование за жестокое обращение с животными. Романтическое свидание, которое не забыть, это следующая история из Уральска. Женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях. Когда от виртуального общения надумали перейти к настоящему, решили встретиться. Только нежных чувств у интернет-собеседника не оказалось. Он связал несчастную скотчем, угрожал ножом и избил. Затем забрал 100 тысяч тенге, мобильный телефон и бросился на утек. Его взяли по горячим следам. За разбой горе-обольстителю грозит минимум 5 лет тюрьмы. Это весь обзор. К этому часу Олибек. Спасибо, Маша. Я продолжу главные новости. До окончания легализации иностранных автомобилей осталось всего две недели. Об этом напомнили в МВД республики и призвали желающих поторопиться. Прием заявок остановит уже 1 июля. Всем, кто успеет подать заявление, будет предоставлено право на процедуру после указанного срока. На сегодняшний день легализовали больше 150 тысяч обычных автомобилей, а также около 7 тысяч так называемых конструкторов. Касмжомар Токаев обеспокоен зависимостью юных казахстанцев от азартных игр и наркотиков. Свои мысли на этот счет он озвучил на национальном Крултае. О каких еще важных проблемах говорили, знает Ренат Абдулкаюмов. «Если мы хотим стать сильной страной, нам надо объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами», заявил президент на втором заседании национального Крултая. Он обозначил ряд направлений системной идеологической работы. «Очень важно укреплять историческое самосознание нации. Все развитые государства уделяют особое внимание формированию канонического образа своего прошлого. В этом ключевую роль играет многотомное научное издание по истории страны. Группой отечественных и зарубежных историков проведена первичная работа по написанию семи томов истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. Подготовку многотомника по истории Казахстана нужно завершить до середины следующего года». Следующее направление затрагивает популяризацию нашего культурного наследия. Доставшаяся нам от предков казахская культура многогранна, и ее нужно последовательно модернизировать и продвигать во всем мире. «Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. Например, в Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. «Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры». Важно уделить большое внимание воспитанию подрастающего поколения. Нужно оградить его от различных азартных игр. Нужно постоянно объяснять детям, что в конечном счете легкие деньги не доведут до добра. Подлинного успеха можно добиться только честным трудом. Президент четко и ясно донес еще одну мысль. Неважно, какую работу выполняет человек, гораздо важнее, как он ее делает. Любой человек, честно работающий, честно зарабатывающий деньги, должен быть самым почетным членом общества. Необходимо создавать для них соответствующие условия. Нужно повысить эффективность информационной политики и развивать креативную индустрию. Кроме того, государство остро нуждается в комплексных исследованиях и рекомендациях для решения социально значимых проблем. Он определил, что необходимо государству ориентироваться на науку в принимаемых решениях. Наука не должна обслуживать исполнительную власть, а исполнительная власть должна ориентироваться на научные исследования, чтобы корректировать собственные действия, собственную политику и делать ее более эффективной. Касымжумар Тукаев затронул развитие приграничных районов. Он сразу опроверг домыслы о том, что якобы нашу землю распродают иностранцам. Мы будем хранить ее, как зеницу ока, отметил президент. Ренат Абдулкаюмов, Махсут Сарабаев, Туркестанская область, Первый канал Евразия. Жители отдаленных районов Восточного Казахстана ждут масштабных перемен. Президент Касымжумар Тукаев, выступая на втором заседании национального Крултая в Туркестане, заявил о намерении государства восстановить три приграничных района восточной части Казахстана. Катон, Карагайский, Маркокольский и Макончинский. Сельчане с большой радостью восприняли эту новость, особенно предприниматели. Нурбакат Арханбекхазе несколько лет назад открыла швейную мастерскую, но заказов не так много, так как людей в районе осталось очень мало. Прошло более 25 лет с тех пор, как нас разделили. Очень надеюсь, что теперь здесь будет больше работы и здесь будут все условия. Несмотря на то, что все три района являются одними из самых живописных в стране, здесь есть ряд проблем, начиная с дорог, заканчивая интернетом. Но с разделением района в течение двух лет должны решить вопросы финансировать. После того, как район станет центром, внутренняя миграция там остановится. А если она остановится, пойдет и экономическое развитие. Продолжим. У женщин меньше доступа к информационным технологиям. Такой вывод сделали участники заседания «Диалога женщин» стран Центральной Азии. На нем обсуждали, как добиться гендерного равенства. В этом году на площадке председательствует Казахстан. По словам выступавших, сейчас женщины больше мужчин, занятые домашними делами, которые не оплачиваются, а из-за отсутствия навыков в информационных технологиях упускают возможности для обучения. Представительницы ООН, а также Казахстана, Крыгызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались, чтобы найти решение. Информационные технологии, во-первых, упрощают жизнь женщин, во-вторых, они увеличивают их возможности. Сидя дома, женщина может иметь доступ к информационным технологиям и заниматься, например, своей какой-то профессиональной деятельностью или коммерческой деятельностью. Для этого нужно еще и законодательно обеспечивать доступ женщин к информационным технологиям. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. До скорых встреч на Первом канале Евразия. В Караганде плюс 18, местами дождь. В Жасказгане 25 градусов тепла без осадков. В Павлодаре термометры покажут плюс 23, переменная облачность. В Кокшетау воздух прогреется до плюс 16, дождь. В Петропавловске также дождь плюс 11. В Кустанее 16 градусов выше нуля, местами осадки. В Актобе плюс 20, малооблачно. В Уральске 22 градуса со знаком плюс, без осадков. В Атрау 25 градусов выше нуля, ясно. В Актау воздух прогреется до плюс 24, малооблачно. В Казларде плюс 33, осадков ждать не стоит. В Туркестане и Шимкенте плюс 34, переменная облачность. В Таразе плюс 31, малооблачная погода. В Таудыкургане плюс 24, дождь, гроза. В Кунаеве ожидаются осадки, плюс 28. В Семее 26 градусов со знаком плюс, малооблачно. В Усть-Каменогорске плюс 29, дождь, гроза. В Алматы термометры покажут плюс 29, осадки. В Астане 19 градусов выше нуля, местами дождь. В Астане 19�20 гд. В Астане 19. Субтитры создавал DimaTorzok